Добрый вечер! Вы смотрите РФ с Денисом Позанковым на телеканале ТНТ. Сегодня у меня в гостях политолог-публицист Олег Рео. Здравствуйте! Добрый вечер! Олег, позвал я вас, естественно, обсудить нашу политику. Вернемся, так сказать, к противостоянию. Последняя сессия, администрация просит одно, депутаты идут в разрез. Ну, это и троллейбусная, это и кадровые назначения в самой администрации. Ну, не то что назначения, а, скажем так, смена кадровой политики. В общем-то, что можно сказать? Что у нас кто-то побеждает, кто-то проигрывает на данный момент. А депутаты, собственно, не поддержали мэра в ключевых вопросах, которые на тот момент пытались решить. Если так прямолинейно немножко отвечать, то я думаю, что да. Тот имидж мэра как хозяйственника, он себя уже практически исчерпал. Ну, я имею в виду именно позиционирование. Позиционирование, может быть, не реальных дел, а позиционирование. И, конечно же, Ширшиной стоит демонстрировать свои политические качества. Делать по отношению Петросовета, который сменил председателя, который заявил такой курс на консолидацию, на отсутствие конфликтности, ей довольно-таки сложно. При этом причины конфликта остались. Они были как бы смикшированы, спритушеваны немножко, но они остались. И поэтому каждая сессия, начиная вот с той, которая была на прошлой неделе, она самая неблагоприятная для мэра. Да. Включая тут как-то я интернет смотрю, там сюжет оппозиционного нашего одного телеканала федерального, если так его можно, конечно, называть, про нашу администрацию, про жену нашего господина Попова Яблочника, про все вот то, что у нас тут в последнее время происходит. И как-то вот не могу понять, от чего, собственно, хотят у нас товарищи, если их называть оппозиционерами. Мне представляется, здесь две вещи соединяются. Первое, это на самом деле есть желание повлиять на расклад политических сил в республике и в городе Петрозаводске. И поэтому вот начинаются некоторые акции, свидетелями которых мы являемся. Результатом этих акций, скорее всего, не является приобретение власти, либо такое, как бы, использование этой власти для решения, собственно, там, муниципальных, либо государственных на региональном уровне задач. Это, скорее, предмет для торга, который будет происходить тогда, когда другая сторона потенциальных переговоров осознает серьезность намерений, важность, некую медийную составляющую тех, кто сегодня является оппозиционерами. Тогда переговорные позиции будут более прочные, и можно будет легче себе что-то выторговывать, если так в кавычке сказать. Это первая составляющая. Вторая связана с тем, что, на самом деле, ну, опробируются, мне кажется, новые технологии, потому что вот такая своеобразная движуха, она из Петрозаводска теперь перерастает в другие регионы, в другие районы, в другие поселения в Карелии. И в целом здесь те силы, которые противставляются, там, региональные, например, власти, они демонстрируют свои возможности, потенциальные свои возможности уже на общей корейском уровне. А вы считаете, что будут еще какие-то переговоры? Вот мне, честно говоря, кажется, уже тут никаких переговоров и речи быть не может. Ну, я среагирую так, если сложить ручки, то тогда переговоров точно не будет. Если сторонники Василия Анатольевича Попова полагают, что есть необходимость сопротивляться и все-таки создавать условия для того, чтобы какой-то диалог велся, хотя бы на довольно-таки низком уровне, то почему бы это не использовать? В любом случае, вот политика это такая, как сказать, сродни алхимии. Одна вещь может превращаться в другую. Мы с вами неоднократно уже в студии говорили, как властный ресурс превращается, например, в деньги, лояльность превращается, там, не знаю, в посты и какие-то привилегии. Это возможность для торга и для переговоров, может быть, либо в большинстве случаев, конечно, не публичных и закрытых, но чем больше надавить, тем больше можно отжать. Вспоминается мне одна история, когда у нас госпожа Петеляева была заместителем министра образования. Я помню, это был... Это был такой временный период, она показала, я думаю, свою определенную лояльность и снизила, так сказать, градус непокорности, и получила за это возможность, например, оказаться депутатом законодательного собрания, конечно, через процедуру выборов, но, в принципе, не конфликтный человек. Не конфликтный человек, они могли бы сказать те, кто находился в это время в губернаторской команде, и поэтому поддержали ее. Здесь такой момент есть, конечно. По логике должен был быть отчет мэра сейчас на сессии перед депутатами, но в начале сессии мэр сказал, ну, переносим, о чем уже все знали, на июнь месяц. Как вы думаете, все-таки почему? Ну, мэр пошел... Формально говорят, что контрольная счетная плата, надо же результаты финансовой деятельности посмотреть и так далее, формально. Я думаю, что это, да, именно формальная причина. Истина лежит в плоскости попытки легитимировать свое положение через общение с избирателями. Я сейчас постараюсь объяснить. Конечно же, депутаты Петросовета при той композиции голосов, которая сегодня сформировалась в городском парламенте, поставят неуд, и это будет первый из двух потенциальных неудов, которые Ширшина может получить. Поэтому советники Ширшины посоветовали ей, рекомендовали устроить ряд встреч в разных районах Петрозаводска, для того, чтобы, следуя логике, если мы организуем эти встречи, то наверняка на них мы получим поддержку. И тогда предъявить депутатам мнение горожан, мнение аудитории, сказать, ну, посмотрите, вы, будучи избранниками от городского сообщества, голосуют, ставите мнение, а горожане ставили удовлетворительно, либо положительно оценили мою работу. Но эти встречи изначально пошли как бы не по такому сценарию, он очень часто ломался, ряд горожан предъявляли обоснованные претензии, но вот в ряде СМС массовой информации писали о неких провокаторах, которые присутствовали на них. И я не думаю, что эти встречи с избирателями прошли, как говорится, без стучка, без задоринки, и вот этого ресурса, опоры на мнение горожан, конечно же, Шишина лишилась. Ей стоило предусмотреть, что горожане себя могут вести не так лояльно, как она советовала. Ей стоило быть готовым к очень непривычному сценарию, неожиданному сценарию, которые в этих встречах стали выкристаллизовываться. Ведь на них стали приходить депутаты, в том числе Петросовета, которые стали задавать вопросы. Они тоже хотели обратиться к тем избирателям, которые их поддержали на предыдущих выборах. И вот здесь пошел такой разнос, которым, мне кажется, неоднозначным ворота мэра был счет. И поэтому заручиться поддержкой позиций горожан для легитимации своей позиции накануне потенциально неудовлетворительной оценки со стороны Петросовета ей не получилось. Объединились у нас там две партии, если их так назвать, оппозиционные. Кто у нас? Парнас и Навального. И партия Прогресса, партия Прогресса, партия Навального. На самом деле там альянс... Это вот как вот, я бы вас как политолога хотел послушать, как вы на это на все смотрите? Опять же, что? Укрепление своих позиций перед предстоящими выборами или, собственно, что-то другое? Здесь череда событий. Дело в том, что смерть Бориса Немцова, который являлся депутатом Ярославской областной думы, она подтолкнула развитие вот этих интеграционных процессов. Партия Прогресса, которую пытается безуспешно зарегистрировать Алексей Навальный, решила объединиться с той партией, которая благодаря вот этому мандату, который был у Немцова, имеет возможность участвовать в региональных выборах в России. То есть, эта партия уже зарегистрирована, и по действующему законодательству не нужно собирать там подписи, и процедура намного облегчена, если есть представительство в одном из региональных парламентов. Поэтому это вот такой конъюнктурный момент, связанный с тем, чтобы присоединиться к партии, во главе которого был Касьянов, находится Касьянов и был Немцов. Тестирование, насколько этот альянс будет эффективный, мы будем наблюдать уже в 2015 году. Партия заявила о том, что в трех регионах России они будут участвовать в выборной кампании, в региональные парламенты, и надеются, что они там выступят довольно-таки прилично, поскольку оппозиционные силы оцениваются где-то там 20-25%, и они вот должны эти голоса собрать. А как вы думаете, у нас появятся эти товарищи? Ну, они, наверное, и так есть сторонники. Вы знаете, буквально вчера я посетил сайт и партии «Прогресса», и партии Касьянова. У них есть представительство в Петрозаводске, есть там и секретариаты, и какие-то ответственные люди. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать процесс такой довольно-таки любопытный. Либо кто-то постарается использовать эту партийную франшизу, партийный зонтик для того, чтобы здесь активничать у нас в Карелии, и тогда произойдет смена. Придут более какие-то медийные и более финансово поддерживаемые фигуры. Либо же на самом деле чудо не произойдет, и те люди, которые сегодня или на протяжении последних лет не демонстрировали какой-то электоральной активности, они в таком состоянии болотистом и будут пребывать. Некое желание воспользоваться ситуацией, что в партийном спектре нету реально, скажем, правой партии, ну, либо правоцентрической партии, которая бы оставила некоторые либеральные взгляды в области, например, регулирования экономики, государственного управления, и люди были бы готовы за нее голосовать. Желание такое воспользоваться, оно будет присутствовать. Стоит помнить, ведь в Карелии довольно-таки высок был процент тех, кто голосовал, например, за Михаила Прохорова. Я, честно говоря, даже не помню процентовку, но кто-то голосовал. Ну, может, 13-14 процентов, я боюсь ошибиться, но... Да, я помню, что объявления было, что да, много, не космические там цифры какие-то были, да, но для Карелии много. В принципе, это вот их потенциальный электорат, как себя поведет региональное отделение, какие лозунги они будут выдвигать, что будет происходить, об этом... Было бы еще неплохо узнать, кто вообще входит, кто здесь руководит этим региональным отделением. Это совершенно не... Не принципиально. Не медийные, не такие публичные люди, они, как бы, несостоявшиеся политики, я думаю, не те, кто, как бы, претендует, там, скажем, серьезно заниматься политикой. Ну, это здорово. Ну, это тогда каков процент успеха? Мне кажется, совсем... Если произойдет смена, если произойдет смена во главе региональных отделений, ведь такой процесс, ну, как бы, вполне возможен, региональному отделению нужны деньги, нужны какие-то яркие фигуры, ярким фигурам нужна вот эта партийная франшиза, поэтому такой альянс вполне возможен. На фоне общих, знаете, вот социально-экономического такого, ну, если не ухудшения, то некой стагнации, определенные шансы у подобных проектов есть. Они столкнулись с очень сложной задачей, использовать ли им наряду с политическими целями, вот именно такие социально-экономические. И если они смогут найти какую-то золотую середину, то тогда на что-то не могут претендовать. Если же просто политические цели, политические лозунги будут доминировать, ну, связанные, например, со сменой власти в регионе, да, то тогда навряд ли их успех будет поддержан широкими слоями избирателей. Соглашусь с вами полностью. Напоминаю нашим телезрителям. У меня в гостях был политолог-публицист Олег Реут. Вы смотрели РФ с Денисом Занковым. Увидимся на канале ТНТ «Онега». Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова